Сегодня, да, у нас такая достаточно небольшая презентация, вебинар на тему новинок первого квартала 2020 года от компании Vitec. На самом деле эти новинки уже к нам даже поступали на склад и часть мы уже успешно продали. И, соответственно, уже есть хороший положительный фидбэк по ним, соответственно, проведем данное мероприятие, чтобы больше рассказать о них и дать больше информации нашим партнерам. Буквально несколько слов давайте расскажем еще раз о компании Vitec для тех участников, которые, собственно, еще не сталкивались с данным производителем. Эта компания расположена в Китае, соответственно, с 2009 года они существуют как производитель, относительно недавно под своим брендом начали, собственно, производить продукцию, уже третий год пошел и очень активно развивается в мире. Они расположены в Шенчжене, производство, соответственно, производство в Шенчжене, а разработка софта и железной продукции, то есть R&D, находится еще и в Сычуане. Производство на современных мощностях основано, соответственно, позволяющее выпускать достаточно качественную продукцию с низким браком. Основные продукты – это в основном поэкоммутаторы различные, различные исполнения и Wi-Fi-мосты. На текущий момент этот производитель присутствует в более чем 50 странах мира и основные заказчики, собственно, как понятно из продукции, это различного вида интегратора, которые занимаются видеонаблюдением и интернет-провайдеры. Если, соответственно, чуть пошире посмотреть на спектр, как бы внутрь, что предлагает производитель, то это различные коммутаторы поэ, как неуправляемые, так управляемые, как в обычном исполнении, так и в промышленном. Есть модели, соответственно, с питанием различных альтернативных источников энергии, аутдормосты и, соответственно, специализированное оборудование под операторов связи. Собственно, сегодня, да, как я уже сказал, речь про новинки. Их будет всего пять. Соответственно, начнем мы с, наверное, самых интересных и самых, скажем так, востребованных рынком. Это бюджетные модели неуправляемых коммутаторов поэ под видеонаблюдение. Значит, ну вот на данном слайде мы постарались поместить, собственно, практически всю, как бы, линейку коммутаторов неуправляемых, которые у нас находятся в разделе для видеонаблюдения. Соответственно, добавилось три модели. Значит, две младшие модели – это VIPS 205H и VIPS 208H. Ну, чтобы запомнил, собственно, H в конце – это индекс, как бы, расшифровывается, half, то есть половина мощности от номинальной, если сравнивать с похожими моделями. За счет этого, собственно, там и очень приятный ценник достигается. И третья новинка – это VIPS 518G версии 2. Собственно, что объединяет, в принципе, вот всю, как бы, линейку под видеонаблюдение – это то, что, соответственно, все коммутаторы поддерживают активное ПОЭ. 802.3 стандарт, различных стандартов, то есть начиная от AT и AF и заканчивая BT, то есть есть модели, которые BT стандарт поддерживают. Соответственно, как бы, с мощностью на порт, если AT и AF, то до 30 Вт на порт. Ну, тут еще тоже такое отступление, то есть у нас все модели, которые поддерживают ATF, то есть нет у нас модели, которые поддерживают только AF стандарт до 15 Вт. У нас все минимум поддерживают AT стандарт до 30 Вт. Значит, порты, соответственно, BT-шные в данной линейке до 60 Вт. Если присутствуют в моделях, то они поддерживают. Соответственно, LAN-порты, то есть те же порты, которые поддерживают ПОЭ во всех моделях, это 100 Мбитные. Ну, все понимают, что под видеонаблюдение, в принципе, даже на текущий момент это более чем достаточно. Значит, ряд моделей поддерживают функцию Watchdog, режим VLAM, режим передачи питания и данных на расстоянии до 250 метров. В принципе, дальше будет несколько слайдов, еще раз для повторения, что эти функции себя представляют. Все коммутаторы оснащены, так называемой, бройл-защитой до 6 КВ на порт и расширенный температурный диапазон у них от минус 10 до плюс 55. Значит, дальше каждую модель мы рассмотрим, каждую новинку. Мы постарались еще добавить, соответственно, модели похожие по количеству портов для сравнения, чтобы удобно было выбирать под ваши нужды, под ваши проекты. Соответственно, ну вот на данном слайде, да, видно четырехпортовые коммутаторы, то есть до четырех камер можно подключать. Как видно, собственно, новая модель, она самая бюджетная, 300 долларов в розницу, VPS 205H. Можно заметить, что функционал достаточно обрезанный у нее, то есть из всех дополнительных фич у нее присутствует только 250 метров, но зато очень приятный ценник и, собственно, сохраняется наличие двух хаплинков. Давайте, наверное, вот ее вживую как бы покажем. Вот так коммутатор выглядит. Это единственная модель в линейке производителя, у которой, собственно, шнур питания вмонтирован непосредственно в корпусы и на борту порты выполнены пластиком в таком кейсе. С одной стороны, это некое такое ход производителя в сторону экономии, с другой стороны, это некая дополнительная такая, скажем так, защита от внешних факторов. То есть, к примеру, в данной модели получается, поскольку шнур выполнен, получается, инсталлирован непосредственно в корпус, то есть там контакты жестко припаяны к плате. Соответственно, дополнительный вот этот момент по подключению коммутатора, по расшатыванию непосредственно этого разъема, он отсутствует. А порты пластиковые, то есть они менее подвержены коррозии. То есть это такой интересный плюс у данного коммутатора. Соответственно, из таблицы также что видно? Что очень похожая модель, близкая по цене модель, это VIPS 505V, которая позиционируется производителем под телефонию, но на самом деле у нас и в проекте видеонаблюдения достаточно часто ее берут. Близкая она, соответственно, и по общему бюджету POI, то есть 30 Вт против 35 у новой модели. Но есть дополнительные фичи V505V, как VLAN и POS. А так, в принципе, от нетребовательного заказчика, соответственно, можно предлагать и ту, и другую модель. Также можно заметить, что наиболее напичканная функционалом модель, как и было, остается VIPS 205V версии 2, то есть в ней есть и BT стандарт, и Watchdog, и, соответственно, 250 метров, и VLAN, то есть все, что, собственно, наиболее востребовано в видеонаблюдении. И справа две модели мы для ориентира указали гигабитные, также коммутаторы четырехпортовые, соответственно, там уже также видно, что некоторый функционал урезан, но, собственно, там, где не нужен гигабит, как правило, данный функционал не применяется. То есть это больше коммутаторы под какой-то офисное применение, где кроме инсталляции камер используется и подключение, и подключают к ним, допустим, компьютеры или телефоны, компьютеры через телефоны или Wi-Fi точки, то есть такое решение. Значит, идем дальше. В принципе, можно, да, в чате параллельно задавать вопросы, я или Алексей будем стараться отвечать сразу на них. Значит, дальше идем. Вторая новинка – это коммутатор восьмипортовый VIPS 208H, также, собственно, это самая бюджетная, получается, модель теперь в линейке производителя из всех восьмипортовых неуправляемых боекоммутаторов. В ней присутствует 250 метров функционала и еще режим VLAN. Значит, ближайшая также можно заметить по ценнику модель – это VIPS 510V. Ну, а самые интересные, самые вкусные модели от видеонаблюдения также, как в предыдущем слайде, это версии 2 коммутаторы VIPS 210 и VIPS 210G с Watchdog, с BT-стандартом, соответственно, с 250 метров и VLAN. Ну, тут также, собственно, гигабитный коммутатор мы добавили, значит, тоже вживую покажем, то есть вот 208H коммутатор выглядит таким образом. Единственное, наверное, отличие и минус у данного коммутатора – то, что у него отсутствуют дополнительные оплинки, соответственно, всего 8 портов, ну, соответственно, можно использовать, к примеру, там, 6 портов под видеокамеры, 1 под регистратор и 1 для оплинка. Ну, или у вас, если регистратор и сервер внешне, то можно, допустим, 7 камер и 1 порт использовать под оплинка. Значит, следующее. Следующий слайд, следующая новинка – неуправляемый коммутатор, 16-портовый, VIPS 518G версии 2. Данный коммутатор вышел на замену VIPS 518G. Предыдущая модель уже снята с производства, в принципе, на складах у нас она уже практически закончилась. Отличие основные версии 2 от обычного коммутатора – это то, что, соответственно, добавляется функция Watchdog, и BT-стандарт на двух портах у данного коммутатора поддерживает до 60 Вт, и эти порты выдают. Мощность при этом сохранилась, то есть суммарно 200 Вт коммутатор выдаёт. По портам, в принципе, отличий и по функционалу больше никаких нет. Ценник, соответственно, на ушедшую производство модель чуть ниже – 165 долларов, на новую – 175. Собственно, остальные модели также для сравнения добавили, можете дальше посмотреть. В принципе, да, презентацию мы всем участникам, всем зарегистрированным на данный вебинар вышли. Можно будет потом спокойно всё это изучить. Ну и также трансляцию можно будет посмотреть, повтор трансляции можно будет посмотреть на нашем канале в YouTube. Ну, теперь я, наверное, передам Алексею пару слов, напомнись о том, что из себя представляет функционал. Добрый день, коллеги. Да, вот как Руслан сказал, вся линейка у нас неуправляемых коммутаторов 100 мегабитных поддерживает функционал дополнительный. Вот, начнем с вотч-дока. Это довольно такая новая функция, вышла она у нас в конце прошлого года, и все коммутаторы с индексом V2 поддерживают данную функцию. Что она из себя представляет? Коммутатор определяет, зависло ли устройство подключаемое, питаемое, и перезагружает его. Как это происходит? Вот, коммутатор мониторит на втором уровне MAC-таблицу от устройств. То есть, если сценарий такой, что порт подключен, то есть порт в API, но от устройства не переходит MAC-адрес, то коммутатор считает, что устройство зависло и перезагружает порт. Также другой сценарий, когда, например, устройство питания потребляет, но при этом порт не активен, ну, порт данных в данном случае, Ethernet не активен, то в данном случае также происходит перезагрузка устройства. Ну да, тут я бы добавил только то, что в основном, да, конечно, данная функция интересна, когда применяются какие-то достаточно бюджетные камеры. Часто слышим от партнеров, что сталкиваются с ситуацией, когда очень бюджетные решения, очень бюджетные камеры, они подвисают периодически и приходится их регулярно как бы перезагружать. Данный функционал позволяет это делать в автоматическом режиме, соответственно, и какой-то дополнительной головной боли избежать. Ну да, на самом деле зависнуть может любое устройство. Здесь у нас на картинке, на слайде изображена камера, но подключать можно любое устройство, даже телефон. Точка доступа не имеет значения. И зависнуть может любое устройство, даже и небюджетное. Ну, были в моей практике такие случаи. Например, скачок, кратковременное электричество какое-то. Ну, разные сценарии. Может быть, что-то с кабелем, какие-то... Если он на улице проходит, температурные колебания ночью минус, утром плюс, и на солнце появляется запотевание в кабеле, небольшое короткое замкание, потом это высыхает днем. Ну, это такие вот монтажные дочеты, но это имеет место быть. И в данном случае устройство может подвиск. Ну, собственно, да, вот тут вопрос, как раз, чате, перезагружается ли порт или все устройство перезагружается? Порт перезагружается. Да, один порт непосредственно, который обнаруживает, что... устройство равное, как бы устройство подвисло. Да, следующая функция называется VLAN. Она же в управляемых коммутаторах называется порт изолейшн, либо изоляция порта. Ее суть заключается в том, что трафик от устройства доступен не всем портам. Будем их называть клиентские порты, вот, на которой изображены на слайде, то есть пое порты. Обмен данными возможен только запринк портами. Следующий слайд у нас покажет сценарий использования. Это вот повышает секьюрику. Также, если это построение не CCTV, не видеонаблюдение, а, например, включение Wi-Fi точек, то, наверное, сталкивались с такой функцией, как изоляция клиента на точке доступа. Но эта функция работает только, когда два клиента подключены к одной точке доступа. Но если у вас будет несколько точек доступа, то эта функция уже работать не будет. В данном случае можно активировать эту функцию, и в какой-то небольшой гостинице, хостеле один посетитель не будет иметь доступа к устройству другого посетителя. Он не сможет просканировать сеть вот такие сами использования, возможно, бюджетные. Ну, часто, да, ситуация, допустим, к коммутатору подключают различные устройства, там, допустим, и видеонаблюдение, и Wi-Fi, и другое оборудование, и Wi-Fi бывает, допустим, расшаривают общий доступ, гости могут совершенно спокойно подключаться. Вот, чтобы на неуправляемых коммутаторах ограничить доступ от тех гостей, которые подключились по Wi-Fi, к примеру, к вашей сети, к вашим видеокамерам, можно, собственно, включить этот режим, и весь трафик, соответственно, от Wi-Fi будет уходить только на вам порт, соответственно, он не будет видеть, что... То есть клиенты не будут видеть, что у вас происходит в сети видеонаблюдения. Ну, и если даже там клоунушник там получит доступ к одной из камер, к примеру, да, или к кабелю, ведущему камере к одной, он, соответственно, не сможет запустить шторм широковечающий на все порты и положить всю систему. Подключит ноутбук и просканирует программкой камеры, которые там находятся, и есть такой софт, который позволяет, например, спросить камеры в дефолтную конфигурацию, даже без знания логина и пароля камеры. В данном случае это исключено. Ну, то есть дополнительно такая функция усиливающая безопасность в системе. Так, вот третья функция – это режим Extend. Вот, это поддержка передачи POE и питания, ой, POE и данных на расстояние до 250 метров. В реальности мы тестировали, у нас получилось с Русланом 280 метров, и камера работала. В чем здесь нюанс? Порт переключается в 10 мегабит. full duplex. Фиксируется в 10. Сценарий использования – видеонаблюдение, наверное, в 80% случаев, но почему бы не подключить точку доступа, например, в 2,4 диапазоне, который здесь в мегабит, в принципе, вполне может хватать в каком-нибудь дальнем конце комнаты, если это отсердленное очень далеко. Ну, в общем. Ну, тут да, тут расстояние, на самом деле, как бы, могут быть и больше, все зависит еще от кабеля, от качества непосредственно жилы, из чего она, собственно, произведена. Рекомендую на производителям это 5Е, либо выше категории кабеля, и не обмененный, нормальный, нетный, с сечением желательно 0,5 и выше. И тогда можно там, и на больших расстояниях линк поднимать. Давайте по вопросам тогда ответим. Тут уже есть несколько. 250 метров включается сразу на всех портах, или есть определенные? Да, 250 метров включается переключателем, там вот на картинке, наверное, видно, да. И все... Ну, можно вот, собственно, да, на примере вот этого коммутатора показать. Все ПОИ-порты переходят в этот режим. Вот физически вот такой вот джампер, который, собственно, можно в разное положение передвигать. Соответственно, все ПОИ-порты при этом, да, переходят в режим 250 метров. Два ПОИ-порта АПЛИНКа, они остаются в обычном режиме. Стандарт... Какой стандарт ПОИ-работает на таком расстоянии? Стандарт ПОИ-работает АТ, и АЭС тоже в зависимости от какой устройства нужно, какое устройство стоит на том конце, да, какой класс питания. Единственное, что да, в зависимости от расстояния, длины кабеля до конечного потребителя будет доходить, если нужен стандарт АТ, используется устройство, то там уже не 25,5 Вт будет доходить, как это регламентировано при 100-метровом кабеле, а примерно 21 Вт. Ну, если это расстояние будет 200 метров, там, соответственно, 22 Вт, 23 Вт, так вот, чем меньше длина, тем больше Вт будет доходить. Клиент АТАФ будет работать. Да, будет работать. Да, будет работать. Ответ, собственно, единственный, наверное, крайний случай, когда... Ну, когда, да, мы прям 25 Вт нужно, и не меньше. АТ-стандарт и 25 Вт максимуме он кушает. Как правило, если такое потребление у устройства, то это уже закладывается Вт-стандарт, насколько я понимаю, у производителя ваконично оборудованное, чтобы иметь некий запас по... Ну да, но и особо мощное устройство, которое требует такого питания, я бы не рекомендовал подключать на 250 метров. А 99,9% остальных камер и остального оборудования подключать можно. КОС. Четвертая функция поддерживается коммутаторами, которые имеют индекс В, то есть производителем обозначенный как преимущественно для построения сетей IP-телефонии. Ну, у нас, да, как я уже сказал, под видеонаблюдением у нас тоже... Да, ну, использовать, естественно, можно в любой. Вот сценарий такой, что здесь коммутатор не разбирает пакеты, конечно, здесь никак у коммутаторов управляемых, что КОС работает на основании, там, может работать название какой-то метки, EZerType, VLAN. Здесь все проще, здесь приоритет на основе порта, то есть в данном случае первый-второй порт в четырехпортовой модели имеет приоритет выше, чем порт третий-четвертый. Если у вас будет, например, подключены компьютеры, вне приоритетные порты или точка доступа вай-фай, который подключен клиент и качает торренты, например, забивает весь канал, а в первый-второй подключен либо телефон, либо камера видеонаблюдения, то они будут иметь приоритет перед трафиком, идущим с точки доступа, и не будет никаких прерываний, заиканий в голосе, пропадания трафика, кубения и так далее. Так, идем дальше. Да. Идем дальше. Подходим к описанию БТ-стандарта. Стандарт довольно-таки новый. Если мне не изменяет память, то стандартизировали только в 2017 или 2018 году. Обозначения у него бывают разные, можно встретить либо хайпой, либо поэ плюс-плюс, либо юпой, это ультра поэ означает, либо 4п поэ, что значит поэ по четырем парам. Вот. Я думаю, давай дальше. На табличке можно посмотреть четыре типа поэ, то есть стандарт АФ самый первый стандарт разработанный, передает, поддерживает устройство до 15 ватт, и он относится к типу первому. Стандарт АТ тоже более-менее известен, есть такие устройства, там уже до 30 ватт, и стандарт АТ и АФ работает по двум парам, то есть две пары остаются свободны, ну, либо используются по данной, если в зависимости от пиновки, они бывают режимов двух типов А и Б, то есть режим А, это когда питание передается по тем же парам, что и данные, 1-2-3-6, либо режим Б, это когда питание идет по свободным парам, 4-5-7-8, наши коммутаторы все работают по режиму А, то есть в базовом исполнении, то есть то, что мы заказываем на склад, то, что продаем, соответственно, регулярно в больших количествах это режим А, то есть данные передаются по тем же парам, по которым идет и питание, то есть можно использовать соответственно для экономии двухпарный кабель, это работает, не обязательно четырех, соответственно, но под заказ мы можем определенные проекты, если есть необходимость, то и заказать коммутаторы, которые из первых двух колонок, то есть АТФ стандарта, в режиме, которые будут собственно по режиму Б работать, где данные будут по другим парам, передаваться, в отличие от питания. Да, вот совсем недавно мы стали поддерживать стандарт БТ третьего типа, то есть мы можем подключать устройство уже, которое требует больше 30 ватт, а именно до 60, там уже питание передается по всем четырем парам, но сейчас у нас появился появился коммутатор, пока в единственном виде, Руслан по нему потом расскажет, чуть позже, который поддерживает стандарт БТ четвертого типа до 90 ватт. вот на порт, на порт, ну, пассив, пое, так вкратце расскажу, пассивное питание в основном используется в инжекторах, но есть особо бюджетные коммутаторы, которые выдают питание постоянно на устройство, то есть туда нельзя случайно подключить компьютер, либо какое-то другое устройство, которое не поддерживает питание по поям, потому что можно спалить либо полностью устройство, либо ланпорт на этом устройстве, вот, но повторюсь, у нас все коммутаторы поддерживают активное пое, то есть можно не бояться что-то спалить, ноутбук себе ну да, основное отличие, соответственно, активного пассивного поя, что активное естественно подороже, поскольку там дополнительные чипаки стоят, которые определяют класс подключаемого устройства, плавненько выводят, соответственно, подают питание, постоянно мониторят ситуацию, что на другом конце происходит с устройством, то есть некое такое умное поя, а пассивное это просто выдача питания по определенным парам, и независимость того, есть там устройство, которым нужно питания нету, то есть всегда выдается напряжение. Можно сказать, что это блок питания. Ну да, это блок питания, которые подключили собственно к определенным парам бетон-кабелем. Но по применению, то есть видно, да, из таблицы, что IF-Standard все еще как бы такой достаточно ходовой, самый первый тип, да, то есть к нему подключаются различные абсолютно устройства, большинство камер на самом деле до сих пор потребляют достаточно мало, в пределах даже до 10 ватт, но появляется со временем все-все мощное и мощное устройство, да, вот по AT-Standard соответственно наиболее распространенные потребители это различные собственно точки доступа, AT-Standard уже как бы активно вошел, то есть Wi-Fi SO2 11 ACO активно уже вошел собственно в жизнь и эти точки потребляют как правило больше чем 15 ватт. То есть AT-Standard значит это различные поворотные камеры, различные телефоны с большими экранами, ну и редко собственно Wi-Fi мосты с достаточно мощными Wi-Fi мосты должны быть. BT-Standard типа 3 это еще менее редко используемые на текущий момент устройства потребляемые устройства по данному стандарту это камеры опять же скоростные поворотные с дальней инфракрасной подсветкой еще более современные Wi-Fi точки ACVF2 с большим количеством ATTEN с большим количеством радиомодулей и вот в BT-Standard у нас пока стоит пусто и с точки зрения как бы наиболее таких ходовых но собственно дальше будет несколько таких мыслей размышлений и слайдов по поводу этого стандарта как можно его использовать и собственно наверное все они более-менее в какой-то как бы разработке на рынке можно там редко увидеть который потребляет больше 60 ватт это тонкие клиенты или терминалы оплаты или различные там выводящие устройства с большими дисплеями по освещению идет активная работа сейчас то есть в чем собственно идея в чем наверное тенденция которую мы наблюдаем многие компании оказывающие сервис хотят еще более собственно качественно его оказывать и предоставлять клиенту максимально максимально быстро услуги максимально надежные услуги поэтому они не только собственно хотят контролировать собственно передачу данных и сетевую инфраструктуру но и идут в сторону контроля подачи питания до устройств желательно централизованного контроля и в связи с этим собственно и возникает потребность в таких более высоких мощностях чтобы можно было из серверной комнаты к примеру мониторить и как-то реагировать на ситуацию с питанием где-то включать выключать устройство соответственно если вы уже на данный момент времени видите интересные такие варианты применения бт-стандарта больше 60 ватт можете написать в чат или нам на почту мы можем подискутировать на этот по этому поводу мы же хотим сказать что нам на наш взгляд видится наиболее такое интересное и в ближайшем будущем применимая технология вот этого стандарта это возможность его возможность размножить скажем так питание на нескольких абонентов взять один порт бт-стандарта 90-го к примеру и запитать от него сразу несколько устройств для этого могут применяться различные устройства например пои повторители или пои разветвители можно так называть тем самым и получать собственно большое подключение устройства и увеличивать расстояние непосредственно передачи питания до оконечки при этом задействовать один порт только на коммунаторе да при этом допустим задействовать только один порт на коммунаторе либо инжектор в принципе у нас тоже ожидается инжектор с бт-стандартом у нас данные модели уже в разработке можно сказать на финальной стадии тестирования одна из них модель это на 4 собственно абонента выглядит она примерно как коммутатор соответственно один порт принимает питание а 4 остальных размножает да то есть выдают дальше абонентам вот хотели бы да услышать насколько вам интересно данное устройство в принципе мы уже сейчас готовы выдать некие ориентиры по ценообразованию которое будет на них поэтому милости просим обращайтесь к контакту собственно будут в конце презентации или в начале можете позвонить в IP-матику есть вопрос почему для 48 вольт другие пары в пассивпоя на самом деле если брать наши инжекторы которые мы продаем в этой то там пары используют такие же как в коммутаторах у нас 1236 жилы вот в 24 вольтовых как правило которые все я встречал и у других вендоров там используется для питания отличные вот тех пар которые используются для данных но на заказ мы можем сделать и если нужно и 4578 пары для питания но все современные устройства сейчас которые питаются подпой они могут работать как в режиме А так и в режиме Б поэтому они особо не привередливы в том плане по каким парам идет питание да вопрос может быть я бы перефразировал то есть как бы тут наверное не то что как бы зависит пассив или актив да и пассивный активный поя он может там по любым парам собственно передаваться но наиболее распространение наибольшее распространение на рынке поимели активном стандарте это режим передачи А то есть по 1-2-3-6 по тем же парам по которым идут данные наибольшее распространенное девайсы с пассивным поя получили устройство которое питается по другим парам в отличие от соответственно от данных так ну давайте собственно к новинке перейдем следующее это четвертая по счету новинка коммутатор управляемый я именно с 328 GFL под Эленом производители подразумевают то что коммутатор поддерживает и активное поя и пассивное поя то есть и 48,24 вольта в автоматическом режиме причем значит коммутатор поддерживает различные функции L2 достаточно как бы расширенные современные применимые для достаточно большом количестве корпоративных проектов значит коммутатор на 24 локальных порта из них соответственно 4 порта поддерживают BTS стандарт можно показать тоже живую как выглядит первые 4 порта вот эти зелененькие зелененькие это соответственно порты которые поддерживают BTS стандарт дальше идут 4 порта там цветом тоже выделены которые поддерживают оранжевым цветом да вот таком темно-оранжевым которые поддерживают соответственно AT стандарты и пассивное поя 24 вольта в автоматическом режиме и 16 портов следующих это стандарт AT AF до 30 ватт на порт соответственно модель доступна к заказу в двух вариациях 400 ватт суммарной мощностью и 700 ватт пока соответственно у нас на складах 400 ваттники поддерживаются под запросы можем соответственно и 700 ватт привести розничная цена рекомендована 650 ватт ой 650 650 ватт да и напомним здесь что у нас уже в принципе присутствовала тоже модель младший брат тоже с поддержкой и 48 вольт и 24 вольта то есть активные пассивного поя на 8 портов поя и 2 соответственно сфп оплинка обе эти модели и элем также поддерживают смарт watch watch dock то есть некий расширенный функционал мониторинга и возможности управления питанием отличие соответственно вот младшей модели только в том что у нее нету БТ портов то есть портов по стандарту БТ собственно в чем удобство таких коммутаторов в том что можно подключать абсолютно различные устройства не боясь при этом сжечь их непосредственно наиболее распространенный наверное все таки с активным поя те же камеры те же точки доступа интеркомы но можно встретить там и специализированные соответственно и вызовные панели которые там 12-24 вольта кушают и большинство допустим внешних точек доступа которые подмасты используются они тоже 24 вольта потребляется то есть можно вот одно устройство пользу под различных задач буквально пару слайдов про функциональ коммутаторы наши которые управляемые обладают наверное нет смысла перечислять весь функционал он довольно таки широкий то есть это не веб коммутатор или изи смарт некоторые обозначают они имеют полноценный л2 функционал плюс также есть поддержка статичной маршрутизации и можно создавать l3 интерфейсы то есть как у коммутаторов l2 плюс категорий ну собственно единственное можно сказать что добавить что здесь ну понятно есть и веб-интерфейс и командная строка командная строка здесь цискал лайк то есть там вопросов никаких у собственно инсталлятора которые знакомы с другими устройствами да не нужно лечь в мануалы дружелюбно любой сисадмин который работал когда-то с циской или с другим девайсом который построен на логике да также watchdog есть в управляемых коммутаторах он довольно достаточно гибкий по сравнению с неуправляемым коммутатором что здесь можно задавать расписание например если нужно чтобы в 7 часов вечера в конце рабочего дня все телефоны отключались либо точки доступа либо какие-то другие устройства работающие попой чтобы тем самым снизить расходы на электроэнергию в данном случае на ино практически в два раза если не больше также есть сам watchdog который определяет зависло ли устройство или нет но здесь немножко другая логика здесь уже задается ip-адрес питаемого устройства которое опрашивается коммутатором ну и в случае если порт ваты а коммутатор ой устройство не отвечает на пинг то коммутатор перезагружает порт ну и понятно что управляем можно непосредственно в режиме реального времени как-то непосредственно с каждым портом манипулировать можно отключить вообще по ино порту можно если в случае алинов коммутаторов выбрать жестко либо 48 вольт либо только 24 вольта выдавать на порт так идем дальше собственно практически заканчиваем то есть последняя новинка это управляемый коммутатор без поддержки поя тоже л2 функционалом с таким же которым только что рассказывал в принципе у нас все л2 коммутаторы они с одинаковым по функциям характеристиками с одинаковыми характеристиками значит у нас расширяется линейка управляемых коммутаторов теперь их три количество как бы небольшое но тем не менее собственно это такой некий показатель что производитель начинает смотреть в сторону более комплексных решений значит появилась соответственно модель VIA MS318GF на 16 гигабитных локальных портов и 2 SFP оплинка ну собственно таблица сравнения на экране стоимость розничная 195 долларов соответственно такие коммутаторы мы предлагаем уже в проектах где как я уже сказал можно в некий комплекс сетевых устройств есть необходимость уже агрегировать каналы от коммутаторов которые непосредственно питают камеры точки доступа телефона но нет необходимости в поем и мы собственно следим за развитием производителя как я уже сказал есть в этом интерес и в этом году будет у нас расширение на втором уровне на уровне предагрегации такой небольшой будет являться новой модель я бы перебью хотел бы еще про БТ стандарт рассказать добавить мы все говорили про питающие устройства вот сам недавно узнал еще есть особенности у питаемых устройств то есть они тоже могут быть двух типов то есть те устройства которые поддерживают стандарт БТ не знаю как правильно по-русски сказать с точки зрения схемотехники вот по-английски это есть сингл сигнейч как сигнейч подпись единственная подпись и дуал сигнейч то есть в чем разница от сингла от дуал то есть если например камера работает по дуал сигнейч двойной подпись или двойного круга наверное то при подключении к порту коммутатора который поддерживает БТ стандарт если камера с подогревом то у камеры может быть разнесено на отдельные так сказать с точки зрения схемотехники отдельные питаемые да контуры то есть для камеры камера будет питаться по отдельным парам четырем подогрев камеры будет вторым двум парам независимо все это с одного порта и при этом класс класс мощности будет определяться независимо как для самой камеры так и для встроенного подогрева пока у нас конечно нет таких устройств на тестировании но если получится где-то взять то будем проверять нет ну количество ватт не меняется то есть в максимуме это может быть либо 90 71 в данном случае до устройства оно доходит либо 60 там 54 ватта доходит до самого устройства вот но мощность разделяется то есть есть данные то можно в интернете посмотреть как это происходит при распределении но вот так такой вот интересный факт пройти питаемое устройство которое поддерживает бт-стандарт ну это говорит о том что соответственно нужно использовать более качественные получается кабель чтобы там все сжило более не ну кабель такой же да конечно и не стали требования такие же медный кабель если линия длинная проходит рядом с электрическими проводами особенно высоковольтными то желательно чтобы был экранированный не смотанный узелки и так далее это стандартные требования построения СКС так извиняюсь собственно ну и последние завершающие слайды о том что предлагает компания пиматика это естественно оборудование со всех наших складок где мы присутствуем в России это Москва Санкт-Петербург Екатеринбург и Новосибирск в ближайшем пострадавшим пространстве соответственно Казахстан Беларусь Кыргызстан и Узбекистан Естественно мы предлагаем оборудование на тестирование под задачи под проекты готовы помогать соответственно удаленно либо если необходим выезд то готовы также в этом участвовать есть у нас возможность давать очень хороший ценник и дисконт на оборудование которое будет использоваться в ваших демо шоурумах скажем так демокомнатах если часто показываете клиентам или готовы показывать клиентам данного вендора соответственно мы готовы на спецусловиях отгружать оборудование естественно организована русскоязычная техническая поддержка первой и второй линии большинство 90% 95% вопросов отвечаем самостоятельно если какие-то тяжелые случаи производителя подключаем практика показывает что мы самостоятельно достаточно часто справляемся помогаем с подбором оборудования как под определенные по артикулам конкурентов так и в принципе под задачи под ТЗХ собственно помогаем составлять ТЗ под конкурсы возможно заказывать оборудование с некой кастомизации вендор достаточно гибкий то есть можно и железную часть и софтов обсуждать в зависимости от проекта гарантия на модельный ряд от 3 до 5 лет в зависимости от модели то есть 5 лет на индустриальные коммутаторы на все остальное 3 года но можно в принципе и приобретать расширенную расширенные гарантии и даже неуправляемый коммутатор до 5 лет в принципе у нас тогда на сегодня все всем большое спасибо за то что поучаствовали если есть еще давайте пишите в чат сейчас постараемся тогда ответить буквально пару минут еще также по подбору оборудования подбор аналогов либо для решения каких-то задач можете всегда писать на почту вот указано внизу пресейлы пематика точка ру поможем у нас стоит тегетная система по входящим запросам там ничего не теряется отправлять совершенно спокойно на эту почту любые запросы как по сетевому оборудованию так и по другому оборудованию то есть там в автоматическом режиме все это по сотрудникам правильно распределяется ну наверное все единственное хотелось в завершении сказать что заходите на сайт varils.ru varils.ru скинул в час собственно раздел у нас обновился раздел по решениям там можно будет наглядно посмотреть из чего можно собрать из каких компонентов можно собрать решение на базе нашего оборудования и будем его в дальнейшем тоже дополнять достаточно удобный материал там как раз также можно будет таблицы сравнения посмотреть между моделями и так далее все всем спасибо тогда закругляемся до свидания до свидания не болейте хорошего бизнеса до свидания Продолжение следует...